Большой бизнес в маленьком городе Вы думаете, все, кто уехали в Москву, стали победителями, добились всего, чего хотели? Жить втроем на съемной квартире, пахать как папа Карла, это предел мечтаний. Конечно, кому-то удается схватить птицу у дачи за хвост, встать на ноги, купить квартиру и дачу. Но большинство так и продолжает снимать втроем квартиру, не имея возможности просто жить по-человечески. А в это время мимо проходит жизнь и молодость. А может быть, человеку важнее сначала жизни молодости, только потом деньги. Почему нельзя зарабатывать и вести бизнес у себя дома, а не в Москве? Ведь там и там, Россия. Законы бизнеса одни и те же, только у себя дома. Своя квартира, родные стены и дешевая аренда. А в Москве нет ничего своего и аренда очень большая. Но в маленьком городе будет мало клиентов, скажете вы. Да, но только если рассчитывать исключительно на местных клиентов. А если к вам будут приезжать клиенты из Москвы и из других городов? Бизнес один в нашей соседней с городом село Дивеево. Шесть тысяч жителей. Круглый год приезжают тысячи людей со всей России из-за рубежа. И очень неплохо дают зарабатывать местным жителям, как бизнесменам, так и простым работягам. Спрашивается, чего они тут не видели. А потому что место святое, с одной стороны, но настолько святым, чтобы село возродилось и стало богатеть. Оно стало в новейшую историю не так давно. В советское время Дивеево было обычным непривлекательным селом, через которое проходила областная трасса, по которой я каждый год проезжала в летний лагерь. С тоской наблюдая за безмолвной глушью пустынной и пыльной русской деревни. Но церковь не зря славится своим менеджментом. В 1991 году, когда в Дивеево были перевезены вновь обретенные мощи Серафима Саровского, а областная дорога была отодвинута на несколько километров в сторону, Дивеево превратилось в паломнический центр. Сегодня там открыты несколько гостиниц, магазинов. Строится новое жилье, земля под которым подорожала в несколько раз за несколько лет. Жизнь кипит, народ зарабатывает. Где найти столько святых, чтобы прославить каждый российский уголок? Спросят нетерпеливые. А зачем нам святые? Больше ни на что смотреть. Бизнес-2 поляки, жители небольшого 20-тысячного городка Свибадзин, решили не дожидаться пришествия новых святых и построили на своей земле каменного Христа. И хотя строительство велось долгие 10 лет, сегодня польские жители пожинают плоды своих трудов. Это как пример. Не нужно в каждом городке строить свою статую Христа. Если в каждом городе будет по статуе Христа, то никто не будет выезжать из своего города смотреть на другие статуи. Бизнес-3, а вот потреблять качественные продукты народу никогда не надоест. И, как ни удивительно, даже за таким простым продуктом, как огурцы, люди готовы ехать за сотни километров. Читайте историю подмосковного города Луховицы, жители которого прославились тем, что стали выращивать отличные огурцы, с сайта. Новел-3. Бизнес-4. А если в вашем городе климат недостаточно мягок, расскажу вам, какой можно создать бизнес в суровом северном городе, на примере канадского города Инвернес. 2500 жителей, расположенного на северо-востоке Канады, на берегу Холодного залива Святого Лаврентия. Этот городок был основан на месте угольной шахты, созданной в 1890 году, и жил за счет добычи угля до 1950-х годов. После этого шахты были закрыты. Городок пришел в запустение, а его жители стали уезжать на заработки в другие города Канады. Так продолжалось, пока в город не приехал предприниматель Бенкоуэн Дьюар, который построил на месте бывшей шахты отличное поле для гольфа, Кабботлинкс Кабботлинкс Ком, которое вошло в сотню самых лучших полей для гольфа в мире. Соединив красивые пейзажи, отличное поле для гольфа, комфортабельные номера и набор туристических развлечений, получился самый настоящий туристический бизнес для любителей гольфа, в котором работают сотни местных жителей. Городок был возрожден, а его поле для гольфа было прославлено на весь мир. Оно упоминается даже в Википедии. В 2015 году в городе собираются построить еще одно поле для гольфа, еще лучше, еще привлекательнее для туристов, чем хороши маленькие заброшенные городки, дешевой землей. Смогли бы вы построить такое поле для гольфа в центре Москвы? Сомневаюсь, чем еще хороши маленькие городки, лояльностью и солидарностью местных жителей, что доказывает следующий пример. Бизнес-5 маленькая деревенька Варнир. 300 жителей на юге Канады приходило в упадок. Из всех ее достопримечательностей были допотопные элеваторы, которые требовали модернизации, а потому не могли давать достаточный доход. Люди начали из деревни уезжать, и в начале 2000-х годов количество жителей настолько сократилось, что власти решили закрыть в деревне. High school. Старшие классы средней школы. Местные жители поняли, нужно что-то делать, чтобы сохранить школу и деревню. Они решили создать женскую хоккейную школу высокого уровня, в своем роде единственную в Канаде, потому что в то время в Канаде было мало подобных женских хоккейных школ. Идея создания хоккейной школы витала вокруг деревни уже лет 20 до этого. Видимо, здесь жили люди, понимающие толк в хоккее, либо здесь жили талантливые девушки-хоккеистки. И только тогда, когда встал вопрос о жизни или смерти деревни, местные жители решились ее создать. Они сложились и собрали 400 тысяч долларов на создание хоккейной школы и построили ее на месте старого элеватора в 2003 году. У этой школы даже есть свой сайт WarnerHockeySchool.com И она стала такой знаменитой, что ее приглашают на турниры в Вашингтон и показывают по национальному телевидению. Таким образом, жители небольшой канадской деревеньки и школу свою сохранили, а с ней и саму деревню, и хоккейную школу создали, которая прославила их на всю Канаду и стала приносить доход по 1 миллиону долларов в год. Бизнес-шесть отец и сын Тима Стив Башин жили в маленьком канадском городке Ванкликхилл. 1800 жителей. Жизнь в котором обычно замирала в 5 часов вечера. Они оба ушли с наемной работы, чтобы открыть в городе собственную пивоварню. Это была их мечта. Судя по названию, выпускаемое пиво чисто натуральное. У них и была мечта научиться варить самое лучшее пиво в Канаде. И это у них получилось. Их пивоварня за несколько лет получила несколько наград. Благодаря семейной пивоварне в родном городке стал проводиться ежегодный Октоберфест, который собирает 19 тысяч человек гостей и приносит в копилку города. Помимо доходов от ведения бизнесов, 100 тысяч долларов благотворительных взносов. Их пивоварня ежедневно открыта для бесплатных экскурсий, которые приводят в город по 500-600 туристов каждый день. Вот так один семейный бизнес за несколько лет смог оживить целый город. Возможности местного бизнеса в России у нас народ может быть не такой дружной, чтобы собрать 400 тысяч долларов на открытие дела. Но когда припрет, мы готовы и собраться, и решить вопрос, и скинуться деньгами. Недавно в соседнем с моим городом селиала массове чиновники решили закрыть школу. Так народ быстро собрался на народный сход и школу отстояли. Тут как раз и экономические благоприятные условия поспели, которые были веским аргументом в сохранении школы. Сайта Агроньюзру. Поясню по тексту. Упоминаемые в тексте поселок Сатис и мой город Саров находится недалеко от Аломасова. Буквально пешком можно дойти, а на машине за 15-20 минут. Также недалеко находится уже упоминаемая Дивеева. И в Аломасово действительно покупают дома семьи, для которых жить в Дивеево слишком дорого. Земля и дома там очень дорогие. То есть экономика способна спасти любую разваливающуюся деревню. В данном случае жители села Аломасова уповают на соседние бизнесы, и уже это их спасло. Но будь среди них собственные предприимчивые ребята, которые открыли бы здесь на месте собственное производство, да хотя бы колбасный цех, как в Сатисе, то у чиновников не осталось бы никаких аргументов за закрытие школы. И школу бы сохранили, и народ подняли, и село свое прославили бы на весь мир, как это. Получилось у Дивеева. И напоследок еще одна информация. Пока я искала информацию по Дивееву, вышла на страничку на сайте. А другом нашим местном городе Арзамасе, величиной, ну как мой город, 100 тысяч человек населения. Городок не очень развитый внешне, хотя это огромный транспортный узел, правда, с неудобным допотопным вокзалом. Старый, когда в него въезжаешь, кажется, что это просто большая деревня. Настолько убогие домишки встречают вас на вашем пути. В свое время Арзамас был знаменит не меньше Дивеева. Его товары продавались не только в России, но и в Англии, Франции, Германии. Куда все это делось? И не делось ведь безвозвратно. Что-то должно остаться. Если в 17 веке можно было жить в Арзамасе и торговать со всей Россией и за границей, то почему сегодня нельзя? По-моему, сам Бог велел жить и делать бизнес в родном городе, поднимать Россию с глубинки, с корней, где живут самые преданные стране и ответственные люди. Поэтому прежде чем решать ехать в Москву, создавать крупный бизнес и набивать себе крупные шишки, может быть, легче будет создать такой же крупный бизнес в своем городе. Но это должен быть такой бизнес, чтобы он производил самый лучший товар, оказывал самые лучшие услуги, привлекал самых лучших людей. Конечно, для этого нужно постараться, но для этого вокруг вас и живут самые трудолюбивые, любящие свою родину люди. Они помогут, подскажут, поучаствуют. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова